Всем привет! Вы на канале Пэтс ТВ и сегодня я со своим ежом Бостоном расскажем вам, можно ли купать африканских карликовых ежиков и нужно ли это вообще делать. Оставайтесь с нами. Поехали! В самом начале хочу отметить, что ежи не нуждаются в постоянном купании. Их можно купать не чаще раза в 3 месяца. Я Бостона целиком никогда не купала. Единственное, что я раз в 2-3 недельки подмываю ему лапки, потому что когда он бежит в колесе, он в свои какашки лапками вступает, и они потом после этого становятся грязными. Поэтому мне приходится подмывать ему лапки. Но всего я его никогда не купала. Стоит отметить, что зарубежные заводчики вообще рекомендуют купать ежа не больше 2 раз в год. Субтитры создавал DimaTorzok Я не имею права судить тех людей, которым принадлежат данные видеоролики. Да и вообще я не знаю, с какими целями они купали своих ежей. Но я знаю одно, что ежам было совершенно не до смеху, и они не были счастливы, когда их купали. Да и если присмотреться, то можно увидеть, что ежи купают неправильно. Думаю, этот еж не был счастлив, когда на него лили такую струю воды, да еще и из-под крана. Нужно было сначала закипятить воду, дождаться, пока она станет теплой, а уже потом купать ежа. Да и посмотрите, ему налили воду прямо в уши. Это неправильно. Посмотрите на то, как ежик хотел вылезти, и как его заставляли купаться. Это же неправильно. И вообще, ежикам колючки нужно мыть зубной щеткой, чтобы убрать всю грязь, а не заливать ему в уши воду. Очень жаль, что к ежам так небрежно относятся, и жаль, что они не попадают в те руки, которые заслужили. Сейчас я покажу вам тот видеоролик, который заслуживает действительно большого количества лайков. Эта женщина подарила всем своим ежам ту любовь и заботу, которую они действительно заслужили. Смотрим этот видеоролик. Вот так нужно купать ежей, чтобы они получали от этого удовольствие. Глядя на это видео, я просто улыбалась и была счастлива, что ежата и ежики так радостно купаются в песке. Если вам хочется покупать ежа ради забавы, поставьте ему песок. Ему будет приятно и хорошо, и купание не принесет ему никакого вреда. Но вы не подумайте, что если я так критикую видео с купанием ежей, значит этого делать нельзя. Это делать даже нужно, но не часто. Почему так важно купать ежа? На коже ежа находится слой сала, который выполняет защитные функции, выступая в роли своеобразного бронежилета. Он не дает возможность заразе проникать внутрь кожи животного, параллельно защищая ее от пересыхания. Правильное купание в профилактических целях избавляет ежа от роста на его коже всевозможных опасных бактерий, так как сало частично состоит из фекалий, остатков еды и наполнителя, что представляет собой идеальную среду для роста бактерий. Чтобы на коже ежа не образовался целый рассадник из эктопаразитов, грибков, бактерий и даже иногда вирусов, кожное сало необходимо периодически удалять. Обновление. Вот основная задача купания. Думаю, вы хотя бы раз слышали про то, что ежику нужно маслить кожу, для того, чтобы она не пересыхала. Так вот. Если ежа постоянно купать и при этом маслить, например, раз в неделю или две, то кожа со временем перестает вырабатывать естественное сало, а железы перестают секретировать нормально. В этом случае у животного появляется зависимость от масла, и его необходимо обрабатывать им постоянно, чтобы избежать пересыхания кожи. Короче говоря, к чему я веду? Если вы видите, что ваш еж основательно испачкался, то самое лучшее это не тащить его в ванну, а протереть его иглы и шерсть влажными гипоаллергичными детскими салфетками. Это убережет его кожу. У меня есть еще очень много, чего я хочу высказать по поводу купания, но это будет в следующей части. Напишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Катя, и мой ежик Бостон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok